Привет всем, кто смотрит наш канал, посвященный разработке и программированию под Android. Мы начинаем урок 16, в котором рассмотрим программное создание экрана. До этого мы создавали экран с помощью layout-файлов, но то же самое мы можем делать и программно. Создадим проект. Открываем MainActivity.java и обратим внимание на строку. Напомню, что в этой строке мы указываем, что Activity в качестве экрана будет использовать layout-файл main.xml. Есть другая реализация этого метода, которая на вход принимает не layout-файл, а view-элемент и делает его корневым. В layout-файлах корневой элемент обычно linear-layout, мы тоже используем его. Обновим импорт. Eclipse предложит нам выбрать, какой именно layout-params мы будем использовать. Тут надо остановиться поподробнее. Вспомним теорию про экраны. Экран состоит из view-group и вложенных в них view. Известные нам примеры view-group это linear-layout, table-layout, relative-layout и т.д. Каждая из этих view-group имеет вложенный класс layout-params. Базовым для этих layout-params является view-group layout-params. Он имеет всего два атрибута height и width. Его подкласс view-group margin-layout-params наследует этих два атрибута . Класс linear-layout layout-layout-params, в свою очередь, является подклассом view-group margin-layout-params и наследует от него уже шесть атрибутов и добавляет свои два . white. Т.е. Объект linear-layout имеет вложенный класс linear-layout-layout-params с layout-атрибутами, и эти атрибуты распространяются на все дочерние view и view-group. Т.е. view, находящееся в linear-layout, имеет один набор layout-params, а view из relative-layout — другой. Есть и общие элементы, т.к. родители у этих view-group одни. Вернемся в Eclipse, он ждет нашего выбора. Используем базовый класс view-group layout-params. Давайте разберем код. Мы создаем linear-layout и ставим вертикальную ориентацию. Далее создаем layout-params. Конструктор на вход принимает два параметра — width и height. Мы оба ставим match-parent. Далее вызывается метод setContentView. На вход ему подается linear-layout и layout-params. Это означает, что корневым элементом Activity будет linear-layout с layout-свойствами из layout-params. Если мы сейчас запустим приложение, то ничего не увидим, т.к. linear-layout прозрачен. Давайте добавлять в linear-layout view-компоненты. Мы снова создаем объект layout-params с атрибутами width и height, равными wrapContent. Теперь, если мы присвоим этот объект какому-либо view, то это view будет иметь ширину и высоту по содержимому. Далее мы создаем текст view, настраиваем его текст, присваиваем его в вышесозданный layout-params и добавляем в linear-layout с помощью метода addView. С button аналогично, создаем, правим текст, а затем используем другую реализацию метода addView, которая одновременно добавляет button в linear-layout и присваивает для button указанный layout-params. Результат будет тот же, что и с текст view, но вместо двух строк кода получилась одна. Обратите внимание, что для двух объектов view я использовал один объект layout-params . И если я теперь буду менять свойства этого объекта, меняться будут оба view. Сохраним и запустим приложение. Видим, что компоненты на экране появились, и видно, что их высота и ширина определены по содержимому. Объект lp-view имеет базовый тип android-view-view-group-layout-params, а значит позволит настроить только ширину и высоту. Но для view в linear-layout доступны, например, отступ слева или выравнивание по правому краю. И если мы хотим их задействовать, значит надо использовать linear-layout-layout-params. Смотрим код. Мы создаем объект типа linear-layout-layout-params с помощью такого же конструктора, как и для обычного layout-params, указывая width и height. Затем мы указываем отступ слева равным 50. Отступ здесь указывается в пикселах. Далее схема та же. Создаем объект, настраиваем текст и добавляем его в linear-layout с присвоением layout-params. Аналогично добавим компонент с выравниванием. Сохраним и запустим. Button 1 имеет отступ 50 пикселей, а Button 2 выровнена по правому краю. Вероятно эта тема будет не очень понятна с первого раза, поэтому на следующих двух уроках мы закрепим эти знания и попрактикуемся в добавлении элементов на экран и их настройке. Пока на этом все, а на следующем уроке мы будем добавлять компоненты на экран во время работы приложения. Всем пока!